Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Я замужем супругом и очень любим друг друга вместе 10 лет. Как партнера по жизни я рассматриваю только его. Последние 5 месяцев меня беспокоит проблема. Я музыкант, пишу музыку. В одном чате познакомилась с парнем, который пишет стихи. Удивительные стихи. Мы начали общаться творчески, на этой почве возникли чувства друг к другу. Он тоже женат и живем мы в разных городах. Встречались всего один раз. Этот раз был прекрасен. Он втайне от жены приехал ко мне на нейтральную территорию. В реальной жизни у нас серьезного ничего не было, мы очень тесно общаемся. Он интересовал меня как творческая личность, но теперь больше как мужчина. С помощью его стихов я создаю песню, он повлиял на мою жизнь, на мое мировоззрение. Когда мы ссоримся, у меня плохое настроение. Я понимаю, что меня тянет к нему постоянно. Мне хочется проводить с ним время, прикасаться к нему. Та встреча была незабываемая, мы часто ее вспоминаем. Он говорит, что тоже я очень нравлюсь ему. Понятие нравится, и любить мы четко разграничиваем. Люблю я мужа. Но в последнее время, в некоторые моменты, хочется этому парню тоже сказать люблю. Скажите, можно ли считать это изменой? С одной стороны, меня очень мучает совесть, как я поступаю по отношению к мужу. С другой стороны, я не хочу прекращать общение с этим человеком. Отдельно стоит сказать, что мне часто сняться с ней о нем. Понимаем оба, что будущее у нас не может быть. Из семьи уходить не собираемся, но тянет друг к другу. Меня как магнитом к нему притягивает. Подскажите, что делать? Ну, самое лучшее, что вы можете сделать, это пойти на психотерапию, да, чтобы себе разобраться, вот, это если прямо вот говорить о том, что вам делать. То есть, если прямо вот говорить, да, что вам делать, то, как бы, лучше всего, лучшее, что вы можете для себя сделать, это пойти на психотерапию, вот, во всем спокойно разобраться, вот, разобраться в себе, разобраться в своих чувствах, в своих переживаниях, вот, разобраться со своей жизнью, вот, и как-то уже, значит, начать ее корректировать, вот. Учиться, да, принимать какие-то решения, вот, в своей жизни, делать выборы и так далее. Это самое лучшее, что вы можете сделать. Если говорить о вашем вопросе, то, в первую очередь, конечно, бросается в глаза ряд таких вот факторов, на которые хотелось бы обратить ваше внимание. Во-первых, при том, что вы человек творческий, вот, при том, что человек вы тот, который, вот, живет, такой, вот, эмоционально, ну, достаточно эмоционально, как бы, жизнью, да, вот, при всем при этом вы явно, э-э, как бы, ну, человек такой, достаточно интеллектуальный, вот, да, то есть у вас достаточно сильный, достаточно мощный интеллект, вы пытаетесь, э-э, вот, э-э, свои чувства, да, рационализировать, как-то, вот, вы пытаетесь, э-э, пытаетесь, э-э, как-то, вот, э-э, их контролировать, вот, свои чувства, я имею в виду, и, э-э, говорить о том, что, вот, вот, разграничивать понятие нравится и люблю, вот, это, э-э, может быть и верно, э-э, такая, э-э, позиция, да, такой вот, подход, он, э-э, может быть и верный, но, э-э, конкретно в вашем, э-э, в случае, в случае, вот, того, что вы, такой, достаточно, творческий человек, вот, ну, я бы, наверное, не сказал, что память особо идёт на пользу, потому что творческие люди, они, собственно, потому и творческие, да, что, позволяют вот этому, вот, э-э, порыву вот этой, вот, энергии, энергетики своей, э-э, себя направлять, это, конечно, не означает, что, вам нужно, там, уходить, вот, своего мужа ни в коем случае не означает, вот, но это означает немножко другое, да, это означает, что, э-э, то, что вы пытаетесь, как-то, вот, рационализировать, э-э, себя, там, свои чувства, ну, это говорит о том, что вы себя сдерживаете, что у вас, как бы, внутренний, внутренний конфликт, и, э-э, это не может на вас не влиять, не влиять, вот, поэтому, первое, вот, на что, вот, хотелось бы обратить ваше внимание, это именно, вот, на этот факт, что, как бы, скорее всего, скорее всего, опять же, да, как бы, э-э, поймите меня, пожалуйста, правильно, я не, э-э, я ни в коем случае, э-э, не хотел бы вас, э-э, как бы, ну, к чему-то, там, пренуждают, чтобы вы, там, не дай бог, подумали, что, э-э, что я вас, э-э, к чему-то склоняю, но мне кажется, что вы себя, вот, просто склонны, как-то, вот, э-э, обманывать, вот, вы склонны, как-то, вот, э-э, себя, э-э, ну, такой вот, э-э, самообманывать, может быть, это первое, да, то есть, именно, вот, что называется, э-э, ну, вопрос, как-бы, э-э, самообмана, да, он, вот, как-бы, достаточно, э-э, серьезно, достаточно сильно может, э-э-э, как-бы, здесь, вот, э-э, ну, быть, да, он может здесь, серьезно на вас влиять, ну, вот, это первое, на что хочется, э-э, хочется, э-э, на что хочется, вот, обратить ваше внимание. Э-э, второе, на что хочется обратить, обратить ваше внимание, это, э-э, пожалуй, пожалуй, на, э-э, то, что, э-э-э, если вы увлеклись, э-э-э, мужчины, э-э-э, да, ну, вот, как бы, так вот получилось, да, что увлеклись, вот, вы, ну, мужчины, э-э-э-э, другим мужчины, да, он вас вдохновляет и так далее, вот, то, вероятно, вероятно, э-э-э, вероятно, э-э-э, в отношениях с мужем, да, ничего-то не хватает, вот, то есть, как-то, вот, вы, э-э-э, ну, э-э-э, начали, э-э-э, себя, да, вот, ну, грубо, грубо говоря, э-э-э, чем-то обделять, вот, начали вы себя, э-э-э, грубо говоря, да, вот, э-э-э, ну, э-э-э, чего-то лишать, э-э-э, начали, э-э-э-э, ваш муж, э-э-э, начал, э-э-э-э, вас, э-э, в чем-то ограничивать, вот, э-э-э, ну, судя, вот, по тому, что вы, как бы, описываете, да, вот, только вы этого не признаете, потому что, э-э-э, возможно, вы его, э-э-э, своего мужа, идеализируйте. Идеализируйте вы его, вероятно, достаточно как-то сильно. И если, например, вы перестанете, если вы перестанете его как бы идеализировать, если вы не будете его идеализировать. А может быть как раз в силу вашей творческой мысли, может быть в силу как раз таки вашей увлеченности, может быть в силу вашей эмоциональности, вот такой, ну вашей страсти, например, да, вы вполне могли это сделать. Вот. И как бы со временем, именно вот что, со временем, ситуация, она вот как бы может вот так вот как бы поворачиваться, да, что человек, ну, несколько вот, ну, не тот, а оказался по итогу. Вот. Несколько не тем оказался по итогу. Как вы вот рассчитывали, как вы ожидали и так далее. Вот. И если вот что-то такое есть, если что-то такое имеет место быть, то, конечно, вам, ну, будет достаточно больно это принимать и так далее. И из-за этого вы можете оказываться в таком вот, как бы, скажем так, в таком, ну, замятом кругу вы можете оказываться. Вот. И вот первое, что в этой ситуации необходимо сделать, первое, что в этой ситуации необходимо сделать, это признать, это признать, что у вас с вашим мужем, с вашим супругом, да, мужчиной, которого вы, вот, вроде как любите, да, есть проблема, что он вас чем-то не устраивает, вот, что чего-то вы от него, там, ну, грубо говоря, хотите, вот, чего-то вы от него хотите, да, чего-то такого, что он вам не дает, вот. И это является как раз-таки вот, ну, проблема. Это является проблемой. Понимаете, да, как бы? Ну, вот, именно то, что у вас с мужем, несмотря на хорошее отношение, несмотря на качественные отношения, несмотря на, вот, то, что, условно, там, говоря, вы друг друга любите и прочее-прочее, вот, несмотря на это, вас что-то не устраивает, вот. Ну, вот так, так бывает, вот так бывает, что вот что-то не устраивает, так бывает. Вот. А вы этого не признаете. Как бы, ваша задача, на мой взгляд, вот, как бы, увидеть для начала, хотя бы, да, вот, для начала, увидеть эту проблему, увидеть проблему того, чего вам не хватает от мужа. Вот. И как начать это обсуждать, начать это выговаривать, начать это, вот, если угодно, так скажем, проговаривать, да, вот. И, в общем и целом, посмотреть, как бы, вот, что будет, да, то есть, вот, ну, психотерапия, да, она работает именно на то, чтобы признать такие моменты, такие моменты, вот. И, как бы, идея в том, идея, ну, вот, именно идея, именно идея, идея в том, чтобы вы были с собой честны, чтобы вы лучше понимали свои, ну, свои желания, свои чувства, свои эмоции, свои, свои переживания, вот, чтобы вы это все для себя как-то вот не скрывали, чтобы вы, чтобы вы для себя как-то вот все это, эм, ну, выявили, чтобы вы для себя это, эм, ну, понимали, эм, понимали что-то, вот, чтобы вы для себя, чтобы для вас это не было, э, каким-то секретом, чтобы для вас это не было какой-то вот, э, такой вот, ну, тайной, вот. Вот, а сейчас это именно что, вот, по, ну, по вашим, как бы, описаниям, да, по вашим словам, получается, что это вот какая-то такая прям, допустим, вот мы, мы с мужем, вот мы с ним любим друг друга, я его рассматриваю как, ну, партнер по жизни, вот, ну, вы его рассматриваете как кого угодно, ну, так, чувство-то, как бы не обманешь в этом смысле, вот, понимаете, понимаете, какая штука, вот, чувство в этом смысле обмануть, ну, как бы, не получится, вот, поэтому ваша задача быть максимально с собой, максимально честным с собой, вот, а сейчас мне кажется, что вы делаете что угодно, да, только вот не, ну, что угодно, только вот не являетесь, как бы, с собой честным, вот, дальше, вы говорите о том, что вас тянет, значит, к этому человеку, и это правда, вас действительно тянет к этому человеку, но вот, как бы разобраться и определить, да, вот, что конкретно вас тянет, что конкретно вас притягивает к этому человеку, на мой взгляд, очень важно, вот, потому что сейчас вы просто говорите, что вот, ну, просто, 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 как бы тянет, да, и всё, ну, вот, ну, это же, это же мало, как бы, что даёт, это мало, что, как бы означает, вот, возможно, возможно, вот, вполне возможно, вполне, возможно, то вы, как бы не до конца, понимаете, что что вас тянет, вот, возможность вы путаете, как бы, эм, а... Ваше вдохновение, вот, возможно, вы путаете ваше вдохновение, вот, возможно, вы будете осойти ваши вдохновения, А, например, для мужа, чего вам хочется, да, то есть если вы его любите, что это за чувство, понимаете, как бы. Может быть вы к своему мужу чувствуете и не любовь вовсе, а может быть вы и к этому человеку, про которого вы пишете, чувствуете и не любовь вовсе. Вовсе, а что-то другое, вот. Это может быть похоже на любовь, но не любовь, вот. То есть как бы вам со своими чувствами нужно разобраться, вот. Например, в каком состоянии вы были, когда его встретили, вот. То есть это вот на самом деле очень такой важный, как мне кажется, момент, вот. В каком вы были состоянии, когда, ну вот, вы встретили этого человека, вот. Именно вот в каком состоянии вы находились, то есть что это было за состояние, вот. Может быть это состояние было как раз вот тем, в котором вам хотелось, ну, хоть чего-нибудь, вам хотелось хоть куда-нибудь, да. Да, вот, не хватало очень сильно, не хватало вам, вот, что называется, ну, чего-то. Вот. Вот. Ну и естественно, что при таком подходе вы как бы в этого человека влюбитесь. А может быть ваши отношения с мужем уже как-то вот себя начали так вот потихонечку изживать, да. Потому что, опять же, если вы творческий человек, а ваш муж нет, то как бы вы все равно находитесь несколько вот на разных, ну, на разных, так скажем, уровнях. И вам с ним может быть просто как бы неинтересно, вот. То есть, да, он хороший, он как мужчина, он прекрасный, как, там, партнер по жизни, да, он великолепен. Ну, как бы, этого же мало, вот, этого же, условно говоря, недостаточно для того, чтобы вы чувствовали себя хорошо. Вот. Понимаете? Поэтому я думаю, что, ну, вот, как это зачастую происходит, да, увлечение. То есть, увлечение, которое родилось, когда человек находился уже в отношениях. Именно вот такое увлечение, да, страсть какая-то, вот, может оказаться чем-то, чем-то настоящим. То есть, может ли, может быть, у вас действительно любовь приносит своего человека и так далее. Вот. Для этого, наверное, отношение с мужем. То есть, то, что вы чувствуете по отношению к нему вину, говорит о некотором конфликте. Вот. Понимаете? То есть, это может быть конфликт, чего угодно, на самом деле, сейчас. Вот. То есть, я не стал бы, не стал бы, что называется, вот, делать каких-то предположений сейчас относительно этого. Вот. Вот. Но в психологии, именно вот в психологическом, так скажем, в психологическом контексте описана такая ситуация, вот, как треугольник Карпмана. То есть, что такое вот треугольник Карпмана? Что такое треугольник Карпмана? Да, треугольник Карпмана, это как раз, вот, история, история, именно эта история, про трёх людей. То есть, три человека. Жертва, спаситель и преследователь. Вот. Вот. И, в чём, в чём здесь идея, в чём здесь, как бы, смысл? Смысл в том, что один человек выступает, ну, таким, бовящим, бовящим, как бы, звеном, да? Вот. Другой человек выступает освобождающим, как бы, звеном, вот. А третий человек, человек, по большому счёту выступает тем, кто, вот, между этими двумя фигурами, мечец, мечец, к сожалению. Вот. В данном случае речь идёт, вот, справа. То есть, вы, в данном случае, жертва, у вас есть муч, который сейчас вас ограничивает. Вот. Ну, невольно, да? То есть, мы не говорим о том, что, вот, он, там, такой, плохой и так далее. Невольно. Он это делает невольно. Он, как бы, этого, там, может быть, он-то, может быть, этого, как бы, ну, и не хотел, да? Он, как бы, этого, на этого, в принципе, и не знает. Он, он не знает того, что, вот, между вами-то происходит по большому счёту, между вами и другим человек. Вот. Ну, а правда заключается в том, что он сейчас, как бы, является ограничителем. Вот. А в язык вам получается, вот, не как-то сложно, вот, взять ответственность за, как раз, вот, свои, свои чувства, за свои эмоции. Вот. Вы, как бы, ну, грубо говоря, да, вы боитесь это сделать, вы боитесь это сделать, вы боитесь, вот, взять на себя ответственность за это, вот, вы боитесь последствий, например. Ну, это, опять же, как, эм, просто вариант. То есть, это, э, 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 ну, такой, довольно, 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 вот, что называется, э, классический, э, аспект, э, 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 вот, э, ну, треугольника. треугольника карты. И соответственно, до этого треугольника нужно выходить. Вначале я бы предложил несколько консультаций. Например, вам я бы предложил несколько консультаций, чтобы вы вот немножко как-то поработали над собой. Например, чтобы вы как-то себя поисследовали. А дальше уже потом можно, в принципе, и с мужем там, грубо говоря, поработать, да, ну, с вами и с мужем, в смысле. Вот. То есть это, в принципе, ну, абсолютно нормальная история. И ничего в этом такого вот, ну, как бы, негативного в этом ничего нет. Вы большая, молодец, что проблематику свою, когда озвучили и признаете, вот, но с ней теперь еще важно работать. Как и важно работать с чувством вины, вот. Когда чувство вины, появляется, да, оно появляется, ну, как правило, когда вы, например, чувствуете себя за что-то виноватым. Вот. Почему вы себя, ну, чувствуете за что-то виноватым. Либо вы действительно сделали что-то такое, чего делать не хотели. Вот. И не изменились, то есть не проговорили это. Не изменились с Трюрмузем и, соответственно, ну, как бы, начали от него отдаляться, начали как-то вот, ну, терять, как контакт, да, терять с ним, ну, терять связь с ним. Вот. Либо вы подавили какое-то чувство, например, чувство злости, когда, там, ну, вам, там, ну, к примеру, что-то не понравилось, да, что-то вам было не по душе. Вот. Вы это подавили и, соответственно, ну, ушли вот в вину. То есть, если я не могу выразить злость себе, то я должен, там, соответственно, как-то вот объяснить себе, самому себе, почему я эту злость не выразил. Понимаете, да, какая история? Вот вы, как бы, в такую, в такую ловушку можете, можете попасть. Вот. То есть, эм, да, так, мне кажется, это, это работает. Конечно, конечно, вы, безусловно, большая молодец, что, как бы, ну, что задаетесь вопросом, пытаетесь это разрешить. Вот. Ну, отвечая на ваш вопрос, когда, когда вы спрашиваете, эм, когда вы спрашиваете измерная ли это, понимаете, эм, это не главное. То есть, ну, эээ, lonely, Как бы, кто-то посчитает измены, кто-то скажет, что это вообще не измена. Вам от этого легче не станет, вот. Важно понимать, что сейчас вы находитесь в конфликте, и этот конфликт вам нужно разрешать, да, понимаете. То есть, ну, что, вам, вот, серьезно, там, грубо говоря, будет легче, если мы скажем, что это не измена. Ну, типа, это не измена, продолжай дальше. Ну, все равно, что для вас это решить? Ничего. Ну, вот. Поэтому, в данном случае, вы просто мечетесь, не очень понимая, чего вы хотите, не очень, как бы, понимая, вообще, вот, что у вас в отношении. Ну, вот. Поэтому, я думаю, что самым лучшим решением данной проблемы было бы просто, вот, вместе с мужем вам признать, что в отношениях есть определенные сложности. Вне контекста этого мужчины. Про мужчину ему, как бы, ну, говорить необязательно и знать необязательно. Вот. И начать с этими сложностями работать, типа, знаю, и посмотреть, как, как, эм... Куда вас это приведет? Может быть, вы с своим мужем за десять лет изменились настолько, что уже, как бы, все. Вот. А может быть, есть какие-то проблемы, которые вы решите, и вам этот мужчина станет ненужным. Совсем. Понимаете, да? Вот. Ну, тут момент именно в том, что до того, э... пока с этим э... вы не начали работать, ну, как бы, все это только, вот, есть на уровне предположений. И вы можете сказать, э... как бы, с радым успехом, вот, что, э... например, я не прав, или что я прав. Вот. От этого, как бы, ничего особо не изменит. Вот. Ведь, э... то, что мужчина повлиял на вашу жизнь, и то, что он повлиял на ва... на ваше мировоззрение, это тоже вызывает некоторые вопросы. Это вызывает некоторые вопросы. Это вызывает некоторые, э... ну, скажем так, э... не сомнения, да, а... некоторые такую, э... ну, скажем так, э... может быть, тревогу за вам. Потому что, ну, вот, что значит, человек взял и повлиял на вашу жизнь, на ваше мировоззрение. Вот. Это означает, что вы были готовы к этому. Понимаете? Вот. И либо вас что-то не устроило, да, либо вас, вот, что-то не устраивает в вашей жизни, и вы приложили ответственность, э... на этого человека. Либо вы, в целом, такой вот внушаемый человек, у которого есть трудности с личными границами. Вот. Потому что, какой бы человек ни был, ну, как-то вот, нельзя позволять людям влиять на вашу жизнь и на ваше мировоззрение. Вот. Ну, вы можете это делать, ну, только сам. Вот. То есть, то есть, то есть, а вы, как-бы, говорите, что вот он повлиял. Он изменил. Понимаете? Ну, так, может, может, точно такой же, э... товарищ появиться еще у вас. И что будет? Вот. Пока-то мне кажется, что, кажется, мне кажется, что в этом парне вы видите себя. Да, то есть вы как бы за, ну, вы через него реализуетесь, и вас вот поэтому как бы тянет, вот. Может быть, вы были в неком творческом кризисе, как бы, и вот встретили человека в нужное время, в нужном месте, да, как бы, и увидели вот в нем для себя возможность реализации. Вот, я бы, я бы, я пока вот, честно говоря, вот склоняюсь вот к этому варианту, как, ну, наиболее вероятно, вот. Это если говорить, что у вас там с мужем, ну, действительно нет конфликтов и так далее, это чисто вот творчество связано. Такое может быть, вот, потому что здесь ситуация не совсем стандартная, но все равно нужен анализ, все равно нужна работа с вами и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Вот, потому что кризис для человека это нормально, кризис это для человека возможность роста, вот. А вы, получается, сами не выросли, а просто за счет, вот, другого мужчины, как бы, начали компенсировать. Вот. Поэтому тут вот 50 на 50. На этом все, надеюсь, что помог вам, буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой, желаю вам всего самого доброго и удачи.